В Париж для обеспечения порядка и безопасности введены дополнительно полторы тысячи солдат французской армии. Об этом сообщает президент Франции Франсуа Алан. Совет обороны будет созван сегодня в субботу в 9 утра. В Москве будет 11 часов. Уже мобилизовано дополнительно полторы тысячи человек. Судя по сообщениям срочным, которые поступают из Парижа, по французскую столицу стягиваются дополнительные силы военных. И сейчас на прямой связи со студией Хамза Зухар. Это житель Парижа. Хамза, здравствуйте. Bonjour, bon matin. Как это значит, Хамза? Bonjour. Alors? Скажите, в каком районе Парижа вы проживаете? Воте домики в Париже. Где он? Скажите, ощущается в городе сейчас усиление полицейское, усиление военнослужащих? Приходилось сообщение, что в городе есть дополнительные силы военных. Да, очень много полицейских, машин полицейских, которые мчались на место вот этих взрывов. И тогда стало ясно, что у нас что-то происходит очень серьезное, очень мрачное. И я как раз был дома, я включил телевизор, и я понял, что у нескольких точек Парижа произошли эти нападения террористов. Вот так. Скажите, а что показывают по телевидению, по французскому, парижскому телевидению, есть ли какие-то призывы гражданам сохранять спокойствие, а не выходить на улицу? Я понял, что в семи местах Парижа произошли эти нападения террористические. И я понял также, что в концертном зале, о котором мы говорили, взяли заложников, это я имею в виду то, что я увидел по телевизору. А были ли какие-то 120 убитых в настоящее время, то, что я знаю в Париже? Есть ли какие-то обращения, обращения гражданам от властей Франции, сохранять спокойствие, не выходить на улицу? Или же это просто информационный поток сейчас идет? Да, нас всех попросили оставаться дома, не выходить из своих жилищ. И во всей Франции объявлено чрезвычайное положение. И меры контроля усилены для того, чтобы предотвратить любую другую угрозу. Что сейчас происходит на улицах вашего района, где вы живете, рядом с вашим домом? Понятно, что уже ночью люди спят, и тем не менее, есть ли кто-то на улицах? Все, кто были на улицах, они стали быстро прятаться в барах и в ресторанах. Те, кто могли укриться дома, они, естественно, дома остались. И таксисты предлагали бесплатно людям, бесплатно развозить их по домам. И, конечно, на улицах линии метро закрыты, некоторые кварталы в Париже блокированы. И можно было, как вам уже говорил, много военных и полицейских на улицах. Очень много. Вы видели какую-то, может быть, панику среди людей? Или же люди все-таки спокойно и с пониманием прятались? Паник я не видел. Я не знаю о панике, имея в виду в том числе, что власти они сделали очень много для того, чтобы успокоить население. Но до сих пор, у нас люди боятся, и мы толком не понимаем, что же происходит. Но я думаю, что действия властей были настолько эффективны, что паники, тем более тех, кто собирался в толпе, паники не было. И мы слышали по телевизору, что заявление президента страны, который заявил, что по существу, если брать основное в этом заявлении, что Франция находится в состоянии войны. Что говорят простые люди? Есть ли какие-то, может быть, версии, ну, скажем, бытовые? Бытовые версии. Может, кого-то обвиняют люди? Может, есть версии, что происходит? Для сейчас медиа очень-очень осторожно высказывают у нас по телевизору и по радио. Очень осторожное высказывание. Пока никаких особых версий не выдвигается. Но говорят, что это связано с тем, что Франция участвует в войне в Сирии.